Каков порядок взыскания дивидендов? За какой период акционер или участник может взыскивать дивиденды с компанией? Ответим на эти и другие вопросы в новом видео. Сроки выплаты дивидендов различны для участников ООО или акционеров АО. Так, выплатить дивиденды первым нужно не позднее 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли, если иной срок не определен уставом или решением ООО. Для акционеров срок выплаты дивидендов иной. Он не должен превышать 25 рабочих дней, с датой на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Такая дата указывается в решении о выплате дивидендов акционерам. Что будет компанией, если она нарушит срок выплаты дивидендов? Компания по тем или иным причинам может не выплачивать дивиденды своим участникам или акционерам. В данном случае речь не идет о ситуациях, когда компания вообще не вправе принимать решения о распределении своих прибыли. Предположим, что компании оформлены все документы на выплату дивидендов, но в установленный срок она их не перечислила. В том случае, если дивиденды не выплачены по вине самой компании, то участник или акционер должен обратиться к ней с требованием о выплате. Сколько составляет срок предъявления требования в суд? Срок предъявления требования в суд составляет 3 года со дня следующего за последним днем выплаты дивидендов. Затягивать обращение в суд участнику или акционеру не стоит, поскольку за это время может измениться финансовое положение компании, да и никто не может гарантировать, что она не ликвидируется до момента истечения срока давности для обращения в суд. Поэтому участник при добровольном отказе компании выплачивать дивиденды должен незамедлительно обратиться в суд и приложить исковому заявлению в арбитражный суд определенный пакет документов. Среди них протокол общего собрания участников о распределении дивидендов, устав ООО, претензия участника, направленная в адрес общества, документы, подтверждающие отправку иска ООО, документы об оплате госпошлины за рассмотрение иска в суде, расчет взыскиваемых сумм, в том числе рассчитанных процентов. В исковом заявлении участник также может заявить требование об оплате процентов. Какие штрафы грозят компаниям в случае нарушения сроков выплаты участникам или акционерам дивидендов? Если дивиденды не выплачены по вине компании, то ее могут оштрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей. Если у компании отсутствовали банковские реквизиты участника или акционера, то она не несет ответственности за невыплату дивидендов. Например, у участника сменились банковские реквизиты, и он не своевременно об этом сообщен. Объявленные сроки выплаты дивидендов должны быть соблюдены. Например, в одном из споров утверждена и распределена чистая прибыль общества. В ООО установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Однако, в эти сроки общество не стало выплачивать дивиденды акционеру. К порядку оформления решения ООО претензий не было. Но основанием для невыплаты дивидендов общество посчитало, что выплата приведет к банкротству. При этом никаких подтверждающих данных от документов в суду предоставлено не было. Заключение аудиторской компании также не содержало таких сведений. В итоге акционер выиграл спор. Зачастую сам участник или акционер поздно обращается в суд за взысканием дивидендов. Вместе с тем, трехгодичный пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований. Иногда участники заявляют о рисованном балансе, что реальная прибыль общества существенно отличается от прибыли, отраженной в бухгалтерии. Судьи также подчеркивают, что участник должен узнать о наличии нарушения при составлении бухгалтерской отчетности в ходе проведения собраний общества, либо непосредственно после них. Но спохватился только спустя три года. Поэтому участники либо акционеры компании должны взыскивать невыплаченные дивиденды в пределах срока исковой давности. Но может быть ситуация обратной. Например, участнику либо акционеру компания выплатила дивиденды в большем размере, чем это было предусмотрено решением общего собрания. Тогда разница между выплатой и суммой, которая причиталась по решению, будет являться необоснованным обогащением. В подобных ситуациях компания сначала может обратиться к участнику либо акционеру с требованием добровольно вернуть излишне перечисленные дивиденды. Если ситуация не разрешается мирным путем, то компания вправе взыскивать необоснованное обогащение в судебном порядке. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо.